Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, чтобы вам сказать следующее. Скорее всего, ваш муч, он изменил вам не потому, что, например, его что-то не устраивало слабо в вас, а изменил он скорее потому, что ваши отношения с ним изначально были построены на том, что он воспринимал вас как своего рода средство, средство для достижения своих целей, средство для своей реализации. Я проясню вам свое мнение сейчас. Начну разбирать ваш вопрос. Значит, муч изменил с бывшей пищевой, я знаю об этом, ему знают, что я знаю. Но вслух об этом не говорит. Первый вопрос. Почему? Ну, например, муч может считать, что это нормальное поведение, его вас предавать, вам изменять, унижая вас тем самым. Но что считаете вы в этой ситуации? Как считаете вы, он поступил? И можно, в общем, не говорить ему о том, что вот, ты такой плохой, мне изменил и так далее. Можно просто сказать ему о том, что, дорогой, я знаю, что ты вчера провел ночь своей бывшей. Скажи, пожалуйста, например, почему ты это сделал? Тебя что-то не устраивает в наших отношениях, может быть, или что-то еще. Понимаете? То есть вот ситуация как раз, на мой взгляд, заключается именно в этом. В том, как вы преподнесете человеку свое мнение. Как вы преподнесете человеку свою точку зрения. Ведь почему скандалы происходят, когда измена случается? Почему? Потому что люди, люди чувствуют и знают, что измена это всегда своего рода повод для обвинения. Повод для обвинения человека. Повод для предъявления ему претензий. Но если претензию не предъявить, а если просто спрашивать, просто спросить у него, у мужчины, что заставило, дорогой, тебя изменить мне? В чем ты не удовлетворен? Ну, кто знает. Может быть, он скажет вам, в чем он не удовлетворен? А может быть, и стыдно ему будет за то, что он это сделал, а вы к нему вот так вот по-человечески отнеслись. Понимаете? То есть, ситуация здесь в форме в том, что молчать об этом нельзя. Я думаю, сомнений нет. Вопрос в том, чего вы боитесь, когда речь идет о том, чтобы сказать ему про то, что вам это не нравится. Да? Вы говорите, что развод не хочу. Это уже интересное заявление, что вы не хотите развод. Смотрите, вы не хотите развод. Я вас, в принципе, могу понять. Но как вы собираетесь жить с этим мужчиной, если измена произошла, а вы не хотите развод? Как вы собираетесь с ним жить? Я думаю, что вам на это нужно обязательно дать ответ. Потому что это очень важный момент. От того, как вы на него ответите, на этот вопрос, зависит будущее ваших отношений. Именно от того, как вы ответите на вопрос на себе. Далее, скандалов не хочу. А почему не хотите скандалов? Вы их боитесь? Вы знаете, что скандалы, например, ни к чему не приведут? Откуда в вас вот это вот нежелание обстаивать свою позицию? Это очень-очень важный момент. Далее. Я хочу озвучить проблему. Не знаю, как правильно это сделать. Ну, здесь мне представляется за правильным именно поступить так, как я вам сказал. То есть, принести домой. По правилам, что я знаю, где ты был ночью. И я хочу тебя спросить, почему ты с ней? И как ты видишь нашу дальнейшую жизнь? Вот и все. Далее. Без каких-либо наездов. Без каких-либо претензий. И так далее. Далее. Она замужем. Его бывшая. Он был у нее в любовниках. Летом мы поженились. Наставил на зенитий муж. Он сказал, что любит меня, и ему надоело быть там фиг на эски. Вы знаете аноним? Я, безусловно, не буду ставить под сомнение то, что вы говорите. Я верю в то, что вы говорите. И верю в то, что, вот, то, что вы говорите, это действительно так и есть. Но, знаете, что вызывает вопрос? Вот такие вот определенные вопросы, если им угодно. Вопросы вызывает позиция вашего музя. Какая? Почти. Ну, смотрите. Он ваш муж, а у нее в любовниках был. И было на нее в любовниках, если я правильно понял, довольно долго. Довольно большое количество времени. Значит, он предлагает вам замуж, потому что ему надоедает быть там фиг на эски. Иными словами, если бы он был там не фиг на эски, то, соответственно, никакого бы предложения о замужнестве вы бы не услышали. Получается так. И если мужчина был там фиг знает с кем, то это его, безусловно, унижало, это его, безусловно, задевало. Ему это, безусловно, было неприятно. Ему это, безусловно, было больно. И, естественно, он хотел почувствовать себя мужчиной. И он это сделал с помощью вас. Осознанно или нет, но он сделал это с помощью вас, вы для него были средством. И, к сожалению, сама природа ваших отношений такова, что, судя по всему, вы продолжаете оставаться на него средством. У него не получилось реализоваться с ней, он пытается реализоваться с вами. И во всей этой ситуации, пожалуй, меня беспокоит только одно. Но вы как будто бы не замечали этого раньше. То есть вас не настораживал тот факт, что человек женится на вас только потому, что он не хочет быть непонятно кем в тех отношениях. Вас не настораживал тот факт, что дам у него не получилось, и он сказал, что любит вас. Вот как так получилось, что вы просто взяли и приняли его предложение? Предложение, вы его приняли. Любовница отпускать его не захотела, естественно. Значит, атаковала по всем фронтам, чтобы его вернуть. Он ее везде блокировал, потому что был обижен на нее, за то, что она его отвергла, и у него было чувство ответственности перед вами. Всегда говорил о ее попытках, тем самым убеждая себя в том, что она ему не нужна. Я имею ввиду вот эта женщина-любовница. Но неделю назад они начали переписывать. То есть страсти улеглись, эмоции поутихли, началась переписка спокойная, и он с ней переночевал. И ведет себя так, как будто ничего не было. Потому что понимает, что вас он любит, может быть и действительно любит. А с ней он все равно чувствует себя в большей степени мужчиной. Вы опять говорите, не хочу скандалов. Почему? Почему обязательно при обсуждении подобных вещей должны быть скандалы по-вашему? Кроме того, очень важный вопрос. Вы себя правой считаете в этой ситуации или нет? Считаете ли вы себя потерпевшие в этой ситуации? Ведь вам, по сути, предложили замуж. Вы предложение, по сути, приняли, да? И вам изменили. Получается. И вы еще стараетесь вести себя так, как будто, в общем-то, все хорошо. Откуда такое поведение? Откуда такая модель поведения у вас? С чем она, эта модель поведения, связана? Важный вопрос. Именно от вашей позиции, именно от того, как вы позиционируете себя в этой ситуации, как вы себя видите и как сами относитесь к себе. И уже потом, к своему мужу, и зависит ответ на ваш вопрос. Вы говорите, я не могу, не хочу молчать правильно. Потому-то вы понимаете, вы понимаете, что муж не прав, что он так поступает. Вы понимаете, что ваш муж, он просто идет на поводу своими желаниями. И нужно понять, что скорее всего, ваш муж либо слабый человек, либо внушаемый человек, либо зависимый от этой любовницы человек. Ну, потому что далеко не каждый еще согласится вообще быть любовником. Знаете? Вот. И вам это нужно понять. И вашему мужу предстоит работать психологом для того, чтобы понять, как он вообще оказался в этой ситуации, что, ну, скажем, чуть больше года прошло. С тех пор, как он женился на вас, его тоже изменят. Ну, согласитесь, это по меньшей мере странно. Ну, для начала надо выяснить вашу позицию. То есть, вам. Сперва нужно выяснить вашу позицию, понять, чего вы вообще хотите. На что вы ориентированы. То есть, вы не хотите развод. Это понятно. Почему не хотите развод? Это первый вопрос. Второй. Как вы видите ваши отношения в будущем. Да? То есть, какие они вот по-вашему могут быть, а должны быть и так далее. И далее нужно правильно это донести собственно мужу. А для этого необходимо действовать в том ключе, в каком я вам сказал. И вот только по большому счету и так. И можно добиться того, чтобы вы пришли к чему-то. Ну, хоть к чему-то. Хотя бы к чему-то. Понимаете? Хоть вот. Чтобы хоть как-то вы смогли ситуацию разрешить. А то, понимаете, в чем момент? Момент то есть в том, что вы себе сами вредите тем, что вам теперь изменяют. То есть, вас это и по самооценке бьет очень сильно. Не может не бить по самооценке. Потому что, когда вы знаете, что ваш мужчина проводит время с другой женщиной, это не может быть безболезненно. Это драма. Измена это следствие неудовлетворенности, в первую очередь, мужчины. И дело здесь не столько и нисколько вас на самом деле. Сколько дело здесь именно в муже. То есть, делать все именно в нем. Это его, как бы, ответственность. То, что происходит. Это его проблема. То, что происходит. Но он, как это вот не парадоксально, да, решать ничего не хочет сам. Ну, это и понятно вообще говоря. Потому что мужчина, вот он ваш, действительно такой вот. Он вот такой вот. Он, ну, знаете, немного нерешительный, неуверенный в себе и так далее. Это вот, на мой взгляд, не ездит хорошо. Не красят это мужчину. Но это уже детали. Вот. Что вам можно порекомендовать еще, аноним? Вот вы говорите, молчать я не хочу, да. Не знаю, как правильно звучит проблему. Если ваш муж, человек нерешительный и неуверенный в себе, то проблему озвучивать нужно твердо, ясно, но без особого давления. С акцентом на себя. То есть акцент вам нужно сделать именно на том, что вам неприятно, на том, что вам там больно, что вам не по душе, а вся эта ситуация с его любовницей и так далее. И, собственно говоря, вот акцент, именно акцент, желательно делать все же именно на себе акцент. Не на нем, как это вот могло бы показаться вам на первый взгляд, что вот акцент надо бы делать именно на нем, да, как он мог так вот себя вести и так далее. Нет. А именно на вас, что вам неприятно, что вам больно, что вам не по душе, что вам это все неприятно и так далее. Вот это является правильным решением здесь. И вы таким образом, как это не парадоксально звучало бы, вы таким образом представляете сразу несколько целей. Вы и мужу своему донесете, что, дорогой, вот так делать нельзя, что я это терпеть-терпеть не буду, мне это неприятно, да. И, собственно, себе, себе тоже вы скажете, что можете постоять за себя, за свои интересы и не будете молча проглатывать то, что происходит с вами. Понимаете, скандалы и развод это довольно такие классические, уже ставшие традиционными способы разрешения данной ситуации, но это неправильные и неконструктивные. Возьмусь это делать потому, что у него проблемы, возьмусь это делать потому, что у него неудовлетворенность, и то, что вы не хотите развод и не хотите скандалов, это вам только как бы в плюс идет, это вас красит. Теперь, этим нужно грамотно воспользоваться. Поэтому форму вы выберете соответствующую так, чтобы мужчина понял, вы настроены не на войну, а на выяснение, именно на выяснение того, что же произошло. Что кроется за изменой, и какое у вас дальше будущее, и на что вам, собственно говоря, можно рассчитывать вообще, чего ждать от него, от будущего, стоит ли вообще ждать чего-то от него, от будущего с ним. Вот все это в спокойной обстановке, в спокойным тоном ему и скажите. И обязательно порекомендуйте обратиться к психологу, потому что мужчина, очевидно, оказался во власти своих влечений, своих желаний и зависимости. И из этого ему выбраться, вам помочь не получится, скорее всего. Здесь нужна именно профессиональная помощь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok